Девушки отдыхают Девушки отдыхают Проект выполнен по завету Ньютона, гипотез не сочиняю. Мы ничего не выдумывали, мы собрали требования образовательного сообщества, нередко рекомендации парламентских слушаний, профильных парламентских комитетов. Но главное, это новый законопроект под новый курс образовательной политики. Пожалуйста, презентацию. Как всем известно, разруха начинается в голове. То же самое и в образовательной политике. Новую политику нужно начинать с новой идеологии. Вот некоторые ее принципы. Кстати, у нас президент любит традиционные ценности. Мы тоже их любим и положили в основу нашего законопроекта. Вот они. Образование не является частью сферы обслуживания. Оно относится к сфере производства. Причем самой важной. Обеспечивает социальное и духовное воспроизводство самого человека. Поэтому работа в образовании не услуги, но социальное служение. Мои родители и учителя оскорбились бы, если бы им когда-нибудь сказали, что они кому-то оказывают услуги. Затраты на образование – это не бремя государства, как утверждают у нас системные либералы в правительстве, но это вложение в человека, самые выгодные в долгосрочной перспективе. И, наконец, скажу еще одно. Нам нужна не элитарная система образования отдельно для богатых управляющих, отдельно для остальных. Нам нужна эгалитарная система образования, образование равных возможностей, высококачественное образование для всех. Так и называется закон. Теперь конкретно по некоторым позициям. Экономика образования. Коллеги, мы по-прежнему предпоследние среди развитых стран по доле вложений в образование. В 2016 году эта доля сокращается на 3,9%. Наш законопроект требует поднять эту долю в течение 5 лет до 7% от волового внутреннего продукта. И не потому, что так хочется, хочется намного больше. В Советском Союзе было в 50-е годы 10%. Бразилия ставит задачу к 2020 году выйти на 10%. Но просто никто никогда не провел модернизацию при затратах меньше 7% от ВВП на образование. Другого пути просто нет. Государственная информационно-образовательная политика. Мы недавно отмечали день рождения Владимира Высоцкого. Так вот, ему принадлежит фраза, что телевидение может быть ящиком для идиота. К сожалению, она не утратила свою актуальность. В действующем законе о просветительстве нет ничего. Мы требуем на уровне страны и регионов воссоздать государственные образовательные каналы в общедоступных диапазонах и поддерживать все каналы, которые будут заниматься просветительством. Точно так же электронное обучение. Оно развивается во всем мире. В каждой ведущей стране есть десятки университетов, электронных университетов. У нас нет ни одного, потому что правительство искусственно тормозило их развитие. Хотя вроде бы нас поддержал даже Дмитрий Анатольевич Медведев по этому поводу. Наш закон снимает бюрократические тормоза, открывает дорогу развитию электронным университетам и тем самым мешает нашим зарубежным, как изящно говорит наш президент, партнерам откачивать человеческий потенциал из нашей страны через электронные ресурсы, особенно в Соединенных Штатах. Кстати сказать, я часто не соглашаюсь с Германом Грефом, но недавно он сказал чистую правду. По своим последствиям отток человеческого капитала намного опаснее, чем отток капитала обычного из нашей страны. Мы этому ставим преграды. Статус педагогов. За последние годы зарплата немножко приподнялась, уважаемые коллеги, но в основном за счет нагрузки. 28 часов в среднем нагрузка учителя по данным Общероссийского народного фронта при норме 18. Педагоги грустно шутят по-прежнему. Работаем на полторы ставки, потому что на одну есть нечего, а на две есть некогда. Мы требуем, чтобы за одну ставку зарплата педагога была не ниже средней и по стране, и по региону, а в ВУЗе, как положено по указу президента, на уровне двух средних заработных плат по стране и по региону. По пенсионному обеспечению, как требовали более половины всех законодательных собраний регионов, мы предлагаем приравнять наших педагогов к государственным служащим. Статус студента. В действующем законе практически ничего. В настоящее время в ВУЗе стипендия составляет около 13% от прожиточного минимума, в бывших ПТУ 4%. Когда мы учились, коллеги, составляло 80% от прожиточного минимума. Поэтому мы требуем социальную стипендию малообеспеченного студента поднять на уровень прожиточного минимума академическую стипендию на тот уровень, какой был в Советском Союзе. 80% в ВУЗе, 60% в техникуме. Для того, чтобы студент мог, как прежде, учиться и подорабатывать, а не как сейчас, работать и подучиваться. Дошкольное образование. Официальный закон отменил льготы по оплате детских садов. Плата поднялась на 40-50%, а во многих регионах в разы. Мы предлагаем восстановить льготы, какие были 20% от цены для обычных семей, 10% для многодетных семей. Школа. Две ключевые идеи. Действующий закон не отвечает на главный вопрос, чему учить наших детей. Мы требуем вернуть школьные стандарты, базовое содержание образования. Кстати, эта идея была поддержана комитетом. Иначе наше образовательное пространство рассыпается, как карточный домик. Мы требуем по-прежнему сделать единый государственный экзамен добровольным, дать детям право выбора между ЕГЭ и традиционным экзаменом. Теперь только ленивые не критикуют ЕГЭ. Изменения, которые сейчас происходят в ЕГЭ, положительные, но медленные, уважаемые коллеги. Мы по-прежнему считаем, что ЕГЭ нужно приговорить к высшей мере совершенствования. Сельская школа. До вступления в силу закона закрыто 25 тысяч школ в основном сельские. После вступления в силу закона количество школ сократилось на 3 тысячи примерно. Отчасти за счет московских холдингов, отчасти за счет сельской школы. Мы предлагаем финансирование сельской школы независимо от количества детских душ. Ликвидация или реорганизация сельской школы только с согласия сельского схода. Сельскому учителю вернуть все положенные ему льготы. Высшее образование. Коллеги, в Советском Союзе было 220 бюджетных студентов на 10 тысяч населения. По закону 1996 года 170 студентов на 10 тысяч населения. Сейчас, как вы думаете, сколько? 138. Если закон будет исполняться дальше, останется 125. Мы предлагаем вернуться к советскому уровню. Соответственно, 220 студентов на 10 тысяч населения. Мало того, правительство приняло известную вам программу, согласно которой нужно закрыть в ближайшие 5 лет 40% вузов и 80% филиалов. Мы предлагаем, чтобы первое, соответственно, закрытие вуза было возможно только с согласия Государственной Думы. Вернуть в вузы полноценный выбор ректоров и разрешить вузам участвовать в баллонском процессе только на добровольной основе. Дополнительное образование. Наш подход простой. Учреждения дополнительного образования и педагоги дополнительного образования должны быть приравнены к тем, кто реализует основные образовательные программы. Попросту говоря, педагогам школ или вузов в зависимости от уровня. Образование инвалидов. В последнее время закрыто 280 коррекционных учебных заведений по данным министерства. Мы предлагаем разрешить закрывать коррекционные учебные заведения только с согласия общего собрания родителей. В противном случае вместо инклюзии будет псевдоинклюзия. Мы знаем секрет успешной образовательной политики. Это соединение лучших отечественных традиций с новейшими технологиями. Именно этот секрет воплощен в нашем законопроекте. Мы убеждены, новая образовательная политика нужна нам как воздух. Обеспечить ее может только новый закон. Вспоминая восточный календарь, уважаемые коллеги, я хочу сказать, что если будет продолжаться философия мертвого бюрократического образования, то тестовой системы, то эта философия способна даже человека превратить в обезьяну. А мы считаем, что философия живого образования, основанный на ней закон, позволит каждому ребенку и студенту даже в год обезьяны развивать в себе человека. Из выключения, уважаемые коллеги, посмотрите на заключительный слайд. Там три заповеди относительно образования древних и традиционных, как наши ценности. Это Бекон, знание сила, это Евангелие от Филиппа, знание свобода, и это Ян Амос Коминский. Сначала любить, потом учить. Если мы эти заповеди положим во стол у нашей образовательной политики, жизнь обязательно будет налаживаться. С Татьяниным вас днем. Спасибо.